Следственное аналитическое управление под руководством полковника Громова расследует убийство генерал-лейтенанта Кравченко. Террористы по ошибке похищают Ваню, сына психолога Сау Корецкой. Думая, что у них в руках сын Громова, они требуют закрыть дело. Закрывай дело, Кравченко, полковник. Спасая Ваню Корецкого, Громов официально закрывает дело, но продолжает тайное расследование. По всей видимости, Кравченко что-то не устроило в сделке, поэтому он и был убит. Он выясняет, что Кравченко через Багирова поставлял террористам ракетные комплексы. Руководил преступной операцией генерал-майор полиции Грач. Вообще-то, меня менты пасут из Сау. Террористы выкладывают в интернет угрозу начать ракетные атаки на пассажирские самолеты. На то, чтобы устранить опасность, найти доказательство виновности Грача и освободить заложника, у Громова остается несколько часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Багиров засветился на камерах, на перроне у телетрапов и в зоне прилета международных авиалиний. На нем был форменный жилет и бэдж сотрудника службы безопасности. Нами также установлено, что покинут аэропорт, Багиров сел в такси и вышел в городе Домодетово. Таксист допрошен моими сотрудниками два часа назад. Ты так и будешь стоять? Присядь, присядь. Я мокрый, товарищ генерал. Боюсь обивку испортить. А ты не бойся. Высохнет. Курить давно бросил, а трубку все чищу, чищу, чищу. Вот интересно. Ни один пассажир не прошел бы тем же маршрутом, что прошел Багиров. Удивительная изобретательность для ресторатора ты не находишь? Схему служебных проходов и помещений ему кто-то предоставил заранее. Вы знаете кто? Леонид Минталович. Такую информацию в свободном доступе найти невозможно. Ну, с этим мы еще разберемся. А вот дискета, да, это улика. К девяти утра дело Кравченко должно быть у меня на столе. Товарищ генерал, я прошу оставить это дело за мной. Терроризм это не твоя компетенция. А вот грача мы берем. Группа уже выехала на квартиру. Товарищ генерал, я прошу остановить группу немедленно, прямо сейчас. В руках террористов ребенок. Если Багиров узнает об аресте грача, мы можем его потерять. Где он? Кто? Багиров. Говорили, я застрелю тебя. Улетел Ставрополь на пару дней. У тебя три секунды на правильный ответ. Говорили, я спущу курорт. Я не знаю. Я ничего не знаю. Деньги. Все, что хотите, пожалуйста. Только не надо. Не убивайте. Пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, не убивайте. Хочу вам напомнить, что я действующий полковник ФСБ. А значит, имею право руководить операцией. В САУ назначен исполняющим обязанности. Я прошу всего сутки. Да нет, у меня суток нету. Сядь. Дальность поражения ракетами этого класса до пяти километров. Ракеты могут быть установлены на любой грузовик, прикрытый и свободно передвигаться по огромной территории. Что будет их целью? Электростанции, самолеты, поезда. Может быть, ты знаешь ответ? Не знаю. Но я знаю, как найти Багирова. Через него выйдем на террористов и найдем ребенка. Да, и не трогайте врача. Он мне нужен. Хорошо. 3.08. Даете время до полудня. Под свою ответственность. Ставропольская группа и руководит полковник Зимин. Сейчас поставлю его в известность. Спасибо, учитель. А грачи-то зачем? Хочу сыграть с генералом по-крупному. Ну, смотри, смотри. Не заиграйся. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Геннадий Петрович. Да, звонил, звонил. Спасибо, что перенабрали. Хотел вас порадовать. Я возобновляю дело Кравченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Есть важные улики по делу. Вы меня простите, не могу говорить на встрече, но в десять у меня совещание. И если вы можете, да, конечно, буду ждать. Кто бы сомневался, товарищ генерал? Кто бы сомневался? Действовать придется молниеносно. Жизнь Вадени Корецкого зависит от того, как быстро мы окажемся в квартире. Если, конечно, Ваня находится там же, где Багирова. Поэтому к моменту звонка вы должны выйти уже в Подмосковье. Ваша, выведи карту Домодедова на экран. Точка на карте, место, где таксист высадил Багирова. Густонаселенный район, станции электричек и автобусных маршрутов поблизости нет. Вряд ли Багиров использовал это место, как пересадочный узел. Поэтому, предполагаю, что Багиров и его люди скрываются именно в этом районе. Командование операции по захвату поручаю майору Валерьеву. Мне? Вам. Есть, товарищ полковник? Генерал Грач будет с минуты на минуту. Выезжайте немедленно. Рита, нам в машину, быстро! Рита, давай быстрее! Мы едем в Валерьеву позволять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вообще не очень понимаю, на что рассчитывает Громов? Он рассчитывает на систему антибиллинг, о которой Грачу хорошо известно. Но Грач не знает, что будет запущена аппаратура нашей лаборатории, и мы сможем засечь его звонок. Если он, конечно, позвонит. Вот, держать тебе. Вика сказала, что ты любишь темный шоколад. Здесь 70% какао. Нашел время. Извини. Оставь, мне приятно. Тем более девушки не всегда говорят то, что думают. Как раз собирался вам звонить, товарищ генерал. Срочно вызвали на Лубянку, так что в совещании пришлось сократить. Что за срочность? Не знаю. Видимо, по делу Кравченко. Подожди, Андрей Владимирович, ты вроде собирался меня порадовать чем-то? Да. Только что мы, оперативники, выехали на задержание подозреваемого в убийстве Кравченко. Такого? Некий Багиров, ресторатор. Он в бегах, но мы его вычислили. Да. Кроме того, Багиров и его люди причастны к похищению ребенка из лагеря, которого они по ошибке приняли за моего сына. А ребенок-то им зачем? С мотивами пока разбираемся, но на Багирова уже есть улики. Извините. Спешу, сообщу по результатам. Через полчаса меня ждет Васеницов. Ждем. Ребята, ждем. Ждем. Ребята, ждем. А если он мне позвонит? Если он не позвонит, мы проиграем. Ребята, ждем. Ребята, ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не он, не этот не он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Есть! Дима. Домодедово, улица Баграмяна, 17, корпус 3. Это жилой дом. Где группа? Въезжает в город. Скиньте адрес. Именно подлёт 5 минут, не больше. Я в Домодедово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барана, вы кого и спасёте целую неделю? Это не тот пацан. А кто сказал? Я это говорю, тебе мало. Командир звонил, сказал, хату спалили. Так что, валим отсюда, быстро! Хату спалили, валим. Давай, 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 бегом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срочно пробегание. Артём Андреевич Громов, 2009 года рождения. Вылетел из Москвы неделю назад. Ммм. Отлично. Это близко. Когда прилетает обратно? Рейс. Понял. Передать Сукаеву это новая цель. А с этим что делать? Да встать, кому он нужен? Валим отсюда, быстро! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА